Подготовка к третьему трудовому семестру в Беларуси стартовала 5 марта промо-проектом по информированию предварительной записи потенциальных бойцов студенческих отрядов «Выбираем студотряд». Желающие оставляли свои заявки онлайн. Таким образом, летнему отдыху предпочли трудоустройство порядка 12,5 тысяч студентов и учащихся со всех уголков Беларуси. Число тех, кто летом отдает предпочтение труду, с каждым годом растет. Только в Новополоцке в нынешнем году таковых порядка трех сотен человек. Сегодня молодежь, молодые ребята четко понимают, что студенческие отряды, вторичная занятость молодежи – это дополнительная возможность молодому человеку в летний период потрудиться, провести, как говорится, лето с пользой, поработать и, что немаловажно сегодня, достойно заработать своим трудом. Уже традиционная площадка для новополоцких студентов – Себелорусская молодежная стройка в Островце. В нынешнем году примет 50 бойцов трех студотрядов ПГУ – Зочи, Эврика и Ритм. Еще 25 студентов отправятся в Солигорск. Местный трест – давний партнер новополоцкой молодежной организации. Около 70 студентов пополнит состав педагогических отрядов, которые приступят к работе в загородных оздоровительных лагерях. Впервые новополоцкая молодежь примет участие в международном производственном трудовом проекте «Атлант-2020». Пока студенты будут получать свой первый практический опыт на производствах, без дела не останутся и школьники. Но в целом мы видим сегодня, что со стороны молодежи, со стороны студентов, учащихся в колледже, есть интерес, но также и со стороны школьников. Именно с этой целью было принято решение продолжить практику организации лагеря труда и отдыха для несовершеннолетних. Это совместный проект администрации города и союза молодежи. Планируется, что лагерь начнет работать с 8 июля и, как и в предыдущие годы, примет порядка 100 человек. Стоит отметить, что ранее студенты из Беларуси трудились не только на родной земле. Наши студотряды хорошо себя зарекомендовали в России, Молдове и Украине. В нынешнем году возможности трудоустройства вне Беларуси нет. Понимая ситуацию, навстречу идут белорусские предприятия, которые увеличили число вакансий для молодежи, отмечают специалисты. В связи с этим снижение числа занятых студентов в третьем трудовом семестре не ожидается. Кстати, торжественное открытие летней трудовой кампании 2020 запланировано на конец июня. Юлия Рубцова, Ирина Шипко, Артем Табаков, телеканал «Звезда».